Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Итак, большая отвязка биткоина начинается прямо сейчас. Это та самая отвязка, о которой ходили разговоры годами. Она происходит прямо на наших глазах, потому что фондовый рынок валится, как гнилое дерево, а биткоин становится сильнее. Давай поговорим про этот декаплинг, почему он важен, что происходит, а также в конце видео я хочу рассказать тебе, почему криптовалютный рынок может обвалиться после запуска ETF и почему рано или поздно любая компания придет к тому, чтобы держать биткоин на своем балансе. Если тебе нравится контент, не забудь поддержать его лайком, это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для продолжения работы. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с декаплинга. Акции Гугла и его дочерних компаний пережили худшее падение с марта 2020 года, когда коронавирус обвалил рынки. Это было падение практически на 10% за день. При этом Гугл потерял 200 миллиардов долларов рыночной капитализации, а 7 крупнейших технокомпаний в S&P 500 потеряли более полутриллиона долларов за один день. Для них это что-то немыслимое, и такое в последний раз происходило только в разгар пандемии. Видимо, это как раз-таки тот самый черный лебедь, которого мы ждали. И в целом речь идет не только о Гугле. Амазон упал на 5,6%, Мета и Инвидия на 4,5%, Тесла почти на 2% и Эппл на 1,3%. Единственный, кто остался исключением из крупнейших технокомпаний, это Майкрософт, который вырос на 3%, но только лишь потому, что его отчет о доходах превзошел все ожидания. В целом фондовый рынок переживает кровавую неделю. И традиционно биткоин был привязан к индексу NASDAQ и всегда следовал за техноакциями, потому что его точно так же, как и техноакции рассматривали рискованным активом. Но похоже, что это уже не так. Биткоин активно рос, когда NASDAQ падал. Это и есть та самая великая отвязка. Да, пока на краткосрочной перспективе, но это уже хороший сигнал для многих инвесторов. И чем чаще мы будем видеть подобное, тем больше инвесторов, китов с Уолл-стрит, менеджеров, хедж-фондов и так далее будут обращать внимание на это. Они могут заметить в биткоине более лучший способ сохранять и оберегать свое богатство. После чего скажут, давай распродадим эти акции и облигации и купим биткоин. И похоже, это то, что происходит. Но давай забудем про NASDAQ и обратим свое внимание на S&P 500, а точнее на график биткоина по отношению к S&P 500. То есть корреляцию S&P 500 с биткоином. И мы никак не могли пробить этот нисходящий тренд, который тянется с ноября 2021. И вот только недавно мы это сделали. И после этого быстро растем вверх. Это еще один пример декаплинга биткоина. Это означает, что биткоин теряет корреляцию с S&P 500 и перестает повторять движение фондового рынка. Пока все слабеет, биткоин становится сильнее. Обрати свое внимание на этот график. Здесь мы видим голубой график, это S&P 500. Зеленый график, это биткоин. И оранжевый, это золото. И посмотри, как взрывается зеленый график. В то время, когда голубой S&P 500 падает. Мы не видели этого с 2021 года, когда биткоин находился в огромном булране. Года, когда он достиг 69 тысяч долларов. Итого, биткоин очень быстро вырос с 26 тысяч долларов до 35. И держится около этой отметки в то время, когда остальные рынки показывают слабость и распродаются такими темпами, которых мы не видели со времен пандемии. Это говорит нам о том, что это движение биткоина не просто спекулятивный памп, а движение, наполненное силой. Как говорил Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, это побег к качеству. Давай сравним региональные банки с биткоином. Здесь тоже интереснейшая картина. Оранжевый график, это банки. Белый, это биткоин. Зеленый внизу, это их корреляция. Банки сейчас, как ты видишь на этом графике, падают. При этом биткоин растет. Это еще один пример декаплинга. Кто-то даже распродает 97% своих акций, чтобы купить биткоин. Мексиканский миллиардер Рикардо Саллинас даже задумался о том, что стоит продавать облигации, чтобы покупать биткоин. Биткоин с его точки зрения выглядит привлекательнее и надежнее облигаций. И прежде чем перейти к поведению цены биткоина перед ETF, во время ETF и после него, хочу показать тебе еще одну очень интересную вещь. Это рыночные манипуляции CZ, которые влияют на биткоин. Генеральный директор Бинанса действительно манипулирует рынками. В сети BNB Chain существует децентрализованный денежный рынок, который называется Venus Protocol. Венера Protocol. CZ держит там заложенные BNB. Когда Binance Coin падал, CZ продавал биткоин, чтобы поддержать его курс. После чего CZ гасил долги и выплачивал их обратно Venus Protocol. Таким образом, Binance Coin больше не рисковал быть ликвидированным на Венере. После этого CZ выкупает биткоин, чтобы восстановить свои позиции в биткоине. Вот такая манипуляция, которая тоже могла повлиять на недавний рост биткоина. Говоря про ETF, Bitwise внесли поправки в свою заявку на запуск спотового биткоин-ETF. BlackRock сделали то же самое. А это означает, что происходит активное сотрудничество SEC с этими управляющими активами по вопросам запуска ETF. Многих испугало то, что тикер BlackRock ETF исчез с сайта DTCC. Но затем он вернулся обратно. И я хочу просто уточнить, что независимо от того, включен ли тикер ETF в этот сайт или его оттуда убрали, это не имеет никакого значения. Это просто тестирование механизмов подготовки к запуску. Поезд движется вперед. Но что случится, когда он все-таки приедет на станцию? Когда ETF будет одобрен и запущен? Многие говорят, что произойдет огромный памп. Памп, которого мы никогда в истории не видели. Но давай обратимся к золоту, чтобы сделать выводы. Золото выросло на 300% после того, как был одобрен первый золотой спотовый ETF. Да, мы уже не раз видели вот этот график, он много где показывался, на котором видно, что после запуска спотового ETF цена золота буквально взорвалась и спустя 7 лет достигла каких-то умопотрясающих значений. Но вот этот график тебе точно не показывали. Вот что случилось с золотом до одобрения ETF. А мы видели отличный хороший памп на протяжении 9 недель. Но во время запуска ETF вот здесь мы увидели достаточно большой дамп, который вернул цену золота практически к допамповым значениям. И только после этого дампа золото продолжило свой рост. Мы можем ожидать чего-то подобного и от биткоина. После запуска ETF люди будут фиксировать эти прибыли, которые только что мы получили. И мы можем увидеть подобный откат цены. И если он действительно нивелирует результаты всего этого роста, то биткоин может вернуться даже до 26 тысяч долларов, с которых он его начинал. Но затем рост продолжится. Мне кажется, именно поэтому все так заряжаются биткоином сейчас. И это может быть одной из причин, почему он выглядит сильнее фондового рынка сегодня. Когда фондовый рынок падает, биткоин растет и удерживает сильные позиции после этого роста. Имей это в виду. Может быть, всему причиной именно ETF и его ожидания. После запуска ETF мир получит инструмент, которого раньше не было. И для многих биткоин станет доступнее. Райан Расмусен из Bitwise говорит, что 80% богатства Америки не имеет доступа к биткоину. И именно поэтому ETF увеличит спрос. Он говорит, что спотовый биткоин ETF – это огромная разблокировка этого богатства для биткоина. И возможно, это одно из самых больших событий в истории главной криптовалюты. И вот теперь поговорим о тех, кто будет пользоваться этой разблокировкой. Ведь это самый бычий нарратив для долгосрочного будущего биткоина. Я говорю о временном периоде в следующие 10 лет. И этот нарратив начинается с микростратегии. Посмотри на ее рост за последний месяц. Да, он связан с ростом биткоина. Но ведь они инвестировали миллиарды долларов в него. На этом росте биткоина микростратегия подорожала на 700 миллионов долларов за 24 часа. И впервые за последние годы вышла в профит. Ведь все это время они сидели в минусе. Эта компания изначально не имела ничего общего с биткоином. И у нее были совершенно другие задачи. Но теперь она в том числе торгует и инвестирует в биткоин. А мы идем в ту стокфляционную эру, в которой акции перейдут в то, что называется потерянным десятилетием. Как в 1970-х годах прошлого столетия, которые тоже носили это название. Когда акции не могли достичь новых пиков в течение целых 10 лет. В то же время золото выросло в 30 раз. Конечно, если мы сейчас вступаем в такое же потерянное десятилетие, как и тогда, то я могу предположить, что и золото, и теперь уже и биткоин превзойдут все остальные активы в то время, когда акции будут стагнировать. Мы уже видим первые звонки этому. Например, этот декаплинг биткоина и фондового рынка, о котором мы говорили в начале видео. В такой среде другие компании посмотрят на микростратегию, увидят ее успех. И поймут, что все, что нужно сделать, это перевести немного денег в биткоин. Этот переход в биткоин для них станет намного проще после запуска спотового ETF. А очень важно, что это будет спотовый, а не фьючерсный ETF. А значит, компании будут получать физический биткоин. Этим компаниям больше не нужно будет возиться с Coinbase, кастодиальными сервисами, бинансом, тратить кучу времени и рисковать на каждом этапе. Им нужно будет просто зайти на биржу, на которой они торговали миллион лет. Все. Это изменит все для биткоина. Посмотри на этот месячный график биткоина. Следующий значительный уровень 37 тысяч долларов. А верхний важнейший уровень это 47 с половиной тысяч долларов. Полгода бокового движения совершенно отучили нас от того, как быстро биткоин может пробивать самые важнейшие уровни. Нарратив включает в себя не только публично торгуемые компании, которые последуют примеру микростратегии, но и, например, пенсионные фонды, страховые фонды. И да, я знаю, что эти фонды не любят активы с высокой волатильностью. Знаешь, что они любят? Они любят долгосрочные облигации США, долгосрочный долг Америки. Что же случилось с 2021 года, когда начался медвежий рынок? Мы пережили один из крупнейших крахов стоимости этих долгосрочных облигаций. Биткоин тоже падал, но сейчас мы пришли к той точке, когда красный график биткоина преодолел синий график долгосрочных облигаций. Это значит, что облигации за это время обрушились больше, чем биткоин. И, скорее всего, этот спред будет только расширяться в ближайшее время. Бумеры не верят своим глазам. Казначейские облигации упали сильнее, чем биткоин. Итого, пенсионные и другие фонды обожают использовать облигации для хранения денег и богатства. Но посмотри, биткоин превзошел этот инструмент и превзойдет еще больше. И, кроме этого, для этих пенсионных фондов появится удобнейший инструмент, чтобы зайти в биткоин. Он называется спотовый биткоин ETF. Нужно понять, что все эти управляющие капиталами, покупатели облигаций, управляющие корпоративными балансами, пенсионные фонды и так далее, это триллионы, триллионы долларов. И угадай, как много этих долларов в итоге перейдет к биткоину? Когда это станет так же просто, как для них сейчас покупать облигации? И когда этот процесс будет регулируемым, простым и защищенным, как традиционные финансы, к которым они привыкли? Это идет в биткоин вместе с ETF. И я не удивлюсь, что это приведет к самому сумасшедшему биткоин-сезону в истории. Но как только биткоин-сезон станет скучным и успокоится, деньги, как обычно это бывает, потекут из него уже в альткоины. Вспомни прошлый сезон. Cardano, Solano, Matic, все эти огромные монеты, которые в прошлый раз стали героями, не росли вообще до тех пор, пока биткоин не перебил предыдущий исторический пик. А Ripple XRP начал расти уже тогда, когда биткоин после этого пика начал падать. Возможно, на этот раз не придется ждать, когда биткоин перебьет прошлый исторический пик в 69 тысяч долларов. Но это сравнение с прошлым циклом все равно говорит нам о том, что все еще не поздно. Для альткоинов все еще не поздно. Даже после их роста Solano выросла с 19 долларов до 33. Chainlink вырос с 6 долларов до 11. Polkadot вырос с 3 долларов до 4. Но посмотри на это на глобальной картинке. Вот здесь. Вот здесь. И особенно вот здесь. Здесь вообще не было никакого пампа. Когда биткоин преодолеет предыдущий исторический пик, ты удивишься, какой был потенциал у этих альткоинов. Впрочем, на краткосрочной дистанции, разумеется, после вот такого пампа коррекция была бы естественным явлением. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова